Всем привет! Ну, как уже сказали, меня зовут Сергей Белорусов. Я работаю в компании Intel на позиции R&D-инженера. В основном я занимаюсь исследованием в области машинного обучения, в частности, глубокого обучения и его применения на практике, такие как, например, компьютерное зрение. В рамках сегодняшней лекции я расскажу про одну из задач компьютерного зрения, такую как семантическая сегментация. Лекция будет вводная, поэтому математики будет достаточно мало, будет много болтовней и каких-то там картинок. Ну, собственно, приступим по плану на текущую лекцию. Сначала будет небольшая вводная часть, потом мы постараемся сформулировать задачи семантической сегментации, посмотрим, какие используются метрики для того, чтобы оценить качество полученного решения, ну а дальше посмотрим, как именно эта задача решается и какие есть этапы при ее решении. Начать мне бы хотелось, на самом деле, достаточно издалека, и вообще не про семантическую сегментацию и, скажем так, не про современный компьютерный вижен. То есть на самом деле область компьютерного зрения, она развивается достаточно давно, и первые осмысленные работы появились порядка 50 лет назад, то есть в 60-х где-то годах. Из-за своего более чем полувековую историю были достигнуты достаточно большие результаты. Так, например, если обратиться где-то порядка 15 лет назад, то есть в 2004-2005 год, произошло два интересных события. Во-первых, наверное, многие сейчас знают, что есть такая область, как беспилотные автомобили, она активно развивается, активно в СМИ проходят новости о том, как там Тесла проехала половину Америки на одной зарядке в беспилотном режиме. Слышно про то, что есть такие компании, как Google, которые также занимаются беспилотными автомобилями, или, например, отечественная компания Яндекс, у которой уже можно заказывать беспилотное такси в Сколково или в Иннополисе. Но на самом деле первые серьезные результаты были достигнуты порядка 15 лет назад, когда начал проводиться так называемый DARPA Grand Challenge. То есть это соревнование для беспилотных автомобилей, проводимое американской организацией по перспективным исследованиям. Суть соревнования заключалась в следующем. Каждая команда должна предоставить свой автомобиль, который способен в незнакомых условиях проехать заданный маршрут без участия человека. В первый год было заявлено порядка 100 команд, но до финиша не доехала ни одна. И лучший результат был, кажется, порядка 10 километров машина проехала и изломалась где-то там в пустыне Невады. Но уже в 2005 году сразу несколько машин доехало до финиша. Первое место заняла команда под руководством товарища Себастина Труна, который в последующем возглавил подразделение беспилотных автомобилей в Гугле. И это было одним из первых серьезных достижений в беспилотных автомобилях. И это достижение было возможно благодаря тому, что автомобили ориентировались в пространстве при помощи компьютерного зрения. То есть у них были на борту установлены различные датчики, такие как лидары, радары, видеокамеры. И они на основе этих данных понимали, что происходит вокруг и могли куда-то ехать. И таким образом они преодолели пустыню в Мохаве, опять же, где-то в Неваде. И второй пример. Тоже 15 лет назад была такая миссия МЕР совместно DARPA и NASA. То есть это была миссия направлена на то, чтобы создать несколько исследовательских модулей, которые полетят на Марс и будут исследовать эту планету. Собственно, с разницей в несколько месяцев, в том же 2004 году было отправлено два модуля, Spirit и Opportunity, опять же, про которые, наверное, много кто слышал, потому что по телевизору было много новостей о том, что они там то нашли воду, то не нашли воду. Особенностью этих модулей было то, что пинг до Марса минимальный порядка трех минут, поэтому прямое управление оператором было невозможно. И для того, чтобы марсоход мог там как-то ездить по поверхности, исследовать территорию, было предложено использовать методы компьютерного зрения, в частности, такой алгоритм, как SLAM, который позволил роботу автоматически ехать по поверхности, строить карту, отправлять все это дело на Землю. Изначально планировалось, что миссия будет проходить порядка полутора-двух месяцев, но Spirit проработал 8 лет, а Opportunity — 15, и умер где-то буквально несколько месяцев назад. За это время они передали много полезной информации на Землю, и, в принципе, достаточно большая заслуга тут именно компьютерного зрения, потому что ровер мог сам принимать решение о том, что ему исследовать и куда ехать на той планете. Сказал я все это к тому, что, вообще говоря, уже 15 лет назад компьютерное зрение позволяло решать достаточно большие и значимые проблемы, которые стоят перед человечеством, ну, например, такие, как полететь куда-то в космос и что-то исследовать. Но при этом была одна задача с очень простой формулировкой, которая просто не имела решения на тот момент и считалась таким священным граалем, что если мы ее решим, то, дескать, задача компьютерного зрения будет решена полностью. Задача заключалась в следующем. У нас есть какая-то картинка, неважно, как полученная, например, вот с камеры видеорегистратора автомобиля, и нам нужно для каждого пикселя сопоставить некоторый класс объекта, которому он принадлежит. Вот если, опять же, окунуться немного в историю и посмотреть, как методы компьютерного зрения решали эту задачу порядка 10 лет назад, то вот можно посмотреть на эту картинку. То есть слева столбец у нас это сверху изображение, снизу это разметка, которую получил человек руками, и справа столбец то, как решали наилучшие методы 10-летней давности. То есть это от Microsoft Research, по-моему, алгоритмы. Не помню, что в них находится внутри, но факт, что как бы там видно, что это мазня какая-то, как будто им при себя не стрессовал. Никакой практической пользы от этого нет. Ну и, соответственно, остальные методы были еще хуже, и непонятно было, как решать эту проблему. А для того, чтобы понять, почему мы ее не могли тогда решить, нужно окунуться опять же туда же и понять, как именно работало компьютерное зрение 15 лет назад. Вот, если посмотреть на эту картинку, то тут изображены горы и какие-то точки. Вот эти точки можно называть как ключевыми точками либо особенными точками изображения. Суть их заключается в том, что мы пытаемся найти какие-то, например, угловые точки, перепады градиентов, области с однородной текстурой и что-нибудь в таком роде. Детектируем мы таких целую кучу точек и по ним пытаемся решать какую-то задачу компьютерного зрения. Вот, каждая эта точка в отдельности несет очень мало информации о том, какому объекту она принадлежит. Поэтому решить задачу семантической сегментации при помощи подобных признаков мы не можем, но при этом можем сделать какую-нибудь навигацию, там, ездить беспилотным автомобилем и так далее. Вот до тех пор, пока мы пользовались такими фичами, решения не было. Но наступил 2012 год и случились так называемые сверточные сети. То есть был также конкурс, проводимый ежегодно, называется ImageNet Classification Challenge, как-то так. Суть там состоит в том, что есть миллион картинок, разделенных на тысячу классов, нам нужно их классифицировать с максимальной точностью. До 2012 года максимальная точность составляла порядка 30-40%. То есть из миллиона картинок мы там только 300-400 тысяч могли правильно классифицировать. Но товарищ Алекс Корежевский под руководством Джеффри Хинтона предложил подход, основанный на машинном обучении, в частности сверченных сетях, который победил все существовавшие на тот момент алгоритмы на более чем 10%. То есть получили точность 57%. И в общем это ознаменовало новую эру в компьютерном зрении, эру сверточных сетей. Почему они так эффективно работали? Если посмотреть на эту картинку, тут изображена схематично типичная сеть для классификации изображений. То есть в чем суть? У нас на вход есть некоторая картинка, потом есть некоторое количество сверточных слоев. То есть это просто слой, который применяет картинки несколько сверток и на выход получает признаки. Ну, я надеюсь, вам рассказывали введение диплёрнга, вы знаете, что это такое. Есть пулинги, и на выход есть какой-то классификатор, который отображает полученные признаки на целевую задачу. Вот идея тут в чем? Что когда мы стэкаем много подряд слоев со свертками, мы на самом деле извлекаем в ранних слоях какие-то очень простые фичи, похожие как раз на то, что мы делали раньше. Это градиенты, уголки и так далее. А чем глубже мы опускаемся внутрь и уменьшаем пространственное разрешение фич, тем мы начинаем смотреть на большее окно исходного изображения, оцениваем больший контекст, и, соответственно, можем строить некоторые более глубокие предположения о том, на что же мы смотрим. То есть не просто мы смотрим на уголок, а мы смотрим на уголок, который принадлежит, не знаю, собачке в частности. Вот, и, как казалось, такие фичи пригодны для решения не только задач классификации, но и семантическую сегментацию можно с их помощью решать. Вот. Ну и такая нехитрая конструкция позволила нам решать очень много различных задач. То есть тут есть некоторые примеры. Теперь мы можем при помощи семантической сегментации, например, решать задачу gesture recognition, сделать какую-нибудь там систему автоматического распознавания слепой речи. Можем, например, спутниковые снимки как-то сегментировать, снимки мозга, либо применить там фэшн-индустрии как-то одежду, сегментировать, оценивать, менять. И на самом деле все методы, которые будут рассматриваться тут, применительно к задаче семантической сегментации, они могут вообще в целом применяться к другим задачам, к каким-нибудь, например, к 3D-реконструкции лиц. То есть их можно также сводить к задаче предсказания какой-то там карты. Но если попытаться формально поставить задачу семантической сегментации, то она заключается в следующем. На вход у нас есть некоторые изображения размером H на V и с каким-то количеством каналов. Каналов на самом деле не обязательно может быть 1 или 3. Если, например, мы сегментируем спутниковые снимки, там каналов обычно 6, 8, 9, что-нибудь такое. Также у нас есть некоторый набор валидных лейблов, то есть допустимых классов, которые мы можем наблюдать в сцене. И на выходе мы ожидаем получить некоторую маску размером с исходное изображение, где каждый пиксель имеет значение лейбла, которому принадлежит соответствующий пиксель исходного изображения. Тут такая нехитрая постановка. То есть мы сделали какую-то постановку задачи, теперь мы можем как-то решать эту задачу и неплохо бы понять, насколько качественно мы можем ее решать. Вот у нас есть некоторая входная картинка, где люди культурно отдыхают. Есть некоторая разметка семантической сегментации, которую получил человек. И есть какое-то предсказание, которое мы получили при помощи нашей какой-то там абстрактной нейронной сети. Как нам оценить, насколько качественно мы посегментировали картинку? У кого-нибудь есть идея? Ну, на самом деле, что такое семантическая сегментация? Мы для каждого пикселя пытаемся классифицировать его, к чему он относится. Соответственно, мы можем применить тут какие-то метрики, которые справедливы для задач классификации. Просто для каждого пикселя смотреть, считать эту метрику, а потом ее либо там посумировать, либо усреднить по всем пикселям. Можно, например, ввести метрику accuracy. То есть accuracy — это как бы отношение правильных предсказаний к общему числу полученных предсказаний. Что такое true-позитивы, true-негативы, все понимают. Окей, если кому-то кто-то забыл, то есть справа картинка, которая показывает, что это. Давайте посмотрим на такую задачу, как сегментация текстовых надписей на изображении сцены. Снизу изображена картинка, на которой зелеными боксами обведены текстовые надписи, которые нам нужно детектировать, ну, либо сегментировать, неважно. Вот. Какая особенность этой картинки? Особенность тут такая, что наши надписи занимают очень маленькую площадь изображения, а все остальное занимает фон. Ну, для определенности можно предположить, что текст у нас занимает 10% картинки, а фон занимает 90% картинки. Если мы построим модель, которая принимает на вход эту картинку и на выход возвращает маску, которая всегда предсказывает, что у нас пиксель принадлежит фону. Если мы для такой нехитрой модели посчитаем accuracy, просто подставим формулу нужные значения, мы обнаружим, что она считает, что метрика 0.9, а максимальное ее значение 1. То есть она предполагает, что абсолютно бесполезная модель, в общем-то, не так уж и плоха. Ну, это говорит о том, что наша метрика accuracy, она не является репрезентативной для данной задачи. И по большому счету для всех несбалансированных задач классификации accuracy не работает. Вот для того, чтобы решить эту проблему, на самом деле используются обычно другие метрики для оценки сегментации. Это DICE и Intersection Over Union. Обе метрики оценивают то, насколько наша предсказанная маска хорошо пересекается с ground-truth, ну, то есть с эталонным значением. Наихудшее у нее значение это 0, когда у нас просто две маски предсказанной и ground-truth не пересекаются, либо мы ничего не предсказали. И максимальное значение 1, когда у нас идеальное пересечение. На самом деле обе эти метрики между собой связаны, разницы в них практически нету, не считая того, какие конкретные значения они предсказывают для различных видов пересечения. Но как-то так исторически сложилось, что DICE используется обычно для бинарной сегментации, а Intersection Over Union используется для многоклассовой. То есть там просто по классам считается Intersection Over Union и потом усредняется. Если попробовать применить эту формулу к нашей предыдущей задаче сегментации текста, то окажется, что они обе выдают наши бестолковые модели нолик, то есть свое минимальное значение. Они говорят, что модель не нужна, давайте другую сделаем. То есть, ну, можно как-то работать уже с такими метриками. Но единственная их проблема в том, что когда у нас уже предсказание достаточно уверенное и пересечение большое, например, больше 80%, то метрика принимает достаточно высокие значения и мало отражает то, как мы пытаемся пофиксить проблемы на границах объектов. То есть она не говорит то, насколько наши движения улучшают такие показатели, как количество false positive и false negative. Поэтому иногда удобно смотреть не только Intersection Over Union либо DICE, а на общую ошибку. То есть это сумма false positive и false negative. Ну и обычно их взвешивают в зависимости от того, что мы хотим получить по итогам. Либо чтобы у нас модель выдавала больше ложных срабатываний, либо она чаще молчала, если что-то не понимает. Вообще, если посмотреть на любую задачу машинного обучения, и в частности на задачи компьютерного зрения, то в последнее время решение любой такой задачи представляет собой такой непрерывный life cycle, который представляет собой подготовку каких-то датасетов, тренировочного пайплайна, после чего мы тренируем какую-то модель. Полученную модель мы как-то эволюируем при помощи наших метрик на наших валидационных датасетах, после чего мы получаем какой-то объем данных. То есть у нас есть валидационные данные, есть для них эталонная разметка, есть то, что мы предсказали, нам нужно как-то поанализировать ошибки. После того, как мы поанализировали эти ошибки, мы снова можем либо заимпрувить датасет, либо подфиксить нашу модельку с пайплайном тренировочным и повторить весь этот круг заново. Вот что тут надо сказать, что на самом деле вот какой вот из этих частей пайплайна вы считаете наиболее важной? Самое главное при решении задач компьютерного зрения и в принципе машинного обучения, то есть неважно, там лингвистика, рекомендательная система, еще что-то, это анализ ошибок и работа с данными. Вообще компьютерное зрение, оно относится к такой большой области, как data science, то есть наука о данных. Поэтому вот работа с моделями, там пайплайны, они тоже важны, но не настолько, насколько работа с данными. Если мы соберем хороший датасет, если мы в каждый момент времени понимаем, где наша модель ошибается и почему, то достаточно простые модели взлетают и дают достаточно хорошее качество. И в частности для задач сегментации нужно помнить, что данных обычно нужно много, данные получать очень дорого и желательно использовать какие-то уже публичные датасеты. Вот, опять же, возвращаясь там на 10-15 лет назад, можно посмотреть, какие были датасеты для того, чтобы тренировать семантическую сегментацию и ее оценивать. То есть это буквально первые две строки в этой таблице. Это кит и датасет для тренировки алгоритмов и тестирования алгоритмов беспилотного управления автомобилями и классификации каких-то объектов реального мира на 21 класс Vogue Pascal. Вот если посмотреть, то в одном было 200 картинок, а в другом 3000 картинок. То есть это были прям очень маленькие датасеты, которые на самом деле практически непригодны для использования. И когда появились нейронные сети, датасеты начали очень стремительно расти. Сначала появился сеть Escape, который 3,5 тысячи картинок. И вот сейчас дошло до того, что Google выпустил свой датасет для селл-драйвинга буквально там месяц назад, и по-моему еще в релизе нет. Там 600 тысяч картинок, которые утверждают, что разметили люди. Но пока непонятно. Что-то надо сказать, что разметка каждой картинки для семантической сегментации очень дорогая. Например, для датасета CityScape, где 3,5 тысячи картинок, каждую размечал человек от 40 минут и выше. То есть если пересчитать это в деньги, сколько стоит час разметки картинок, то цена такого датасета порядка 50-100 тысяч долларов получается. Это дорого. Поэтому, когда мы решаем какую-то свою задачу, в первую очередь нам нужно смотреть, какие есть публичные датасеты и какие данные из публичных источников мы можем добавить к нашим данным и тренироваться вместе с ними. То есть там есть разные методики. Можно обогатить свой датасет, можно делать transfer learning. Сначала обучаться на какой-то похожей задаче, которая решается публично в статьях и так далее, а потом пытаться переносить знания в свою область. Вот. Ну и как написано в заголовке, да, дата — это не в 21 века. То есть чем больше данных мы соберем, тем, скорее всего, богаче мы станем. Так, ну, если посмотреть на примеры того, как выглядят размеченные данные в публичных источниках, то вот есть несколько примеров. То есть слева это датасет, по-моему, Mopila Revisos для беспилотного управления автомобилями. Справа это так называемый ADE 20K. То есть это датасет для того, чтобы тренировать семантическую сегментацию на очень много классов. Там их порядка 3000, и они прям очень разные. То есть это уличные сцены, не уличные сцены, люди, не люди. Ну и довольно классический датасет CityScapes, на котором до сих пор все пытаются валидироваться в области сегментации дорожных сцен. Вот он выглядит как-то так. Вот такие картинки там по 40 минут люди размечают. А нейронные сети предсказывают за 10 миллисекунд. Перейдем к нейронным сетям. Вообще вернемся к картинке, изображающей типичную сеть для классификации изображений. То есть вот у нас на вход есть какая-то картинка. Вот у нас некоторые фичи-экстрактор, которые стоят из свертых, и предиктор. Вот что нам нужно сделать с этой моделью для того, чтобы вместо задачи классификации решать задачу семантической сегментации. Во-первых, давайте посмотрим, как работает эта модель. То есть вот мы подали картинку, она там что-то сделала, выдала нам prediction. Вообще интересно посмотреть, на что же сеть обращала внимание. И на самом деле в последнее время есть очень много алгоритмов исследования того, что же сеть делает внутри с картинкой. То есть раньше это считалось blackbox, сейчас мы пытаемся заглянуть в эту черную коробку и понять, что же там происходит. То есть вот в частности, если к исходной картинке прогнать ее через сеть ResNet и применить к ней алгоритм под названием GradCam, который показывает то, в какие области исходного изображения сеть обращала наибольшее внимание, то можно найти такие фичи мапы, на которых сеть выделила практически целиком собачку и практически целиком котика. Котика там было больше, поэтому она сказала, что тут у нас котик будет. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что в принципе сетка, которая не предназначалась для задач семантической сегментации, где-то у себя там внутри подумала и решила, что давай я все-таки посегментирую объекты. И как показывает практика, вот такое поведение сетей, то есть выделение отдельных объектов, построение каких-то сложных семантик, это естественное поведение для всех сетей сверточных. И по большому счету это их свойство позволяет использовать сетки не только в классификации, но и в сегментации, детектировании объектов и так далее практически без изменений. То есть мы берем сеть, которая изначально тренировалась для классификации, делаем с ней какие-то модификации, чтобы решать нашу задачу, и понеслась. Все работает прекрасно. Вот у нас есть какая-то сетка, на выходе у нее вероятность на распределение по классам, а мы хотим, чтобы у нас получилась какая-то фича мапа, которая ставит в соответствие каждому пикселю исходного изображения какую-то метку. Вот самое простое, что можно сделать, просто взять и оторвать сверху полносвязные слои. То есть теперь у нас на вход идет картинка, на выход какой-то набор каналов, имеющих пространственное разрешение, но очень маленьких. Обычно на выходе каналы имеют разрешение порядка в 32 раза меньше, чем исходная картинка. А мы хотим получать картинку такую же, как исходную. Самая простая идея, это давайте просто возьмем, там и билинейно увеличим выходные фичи мапы. Теперь у нас получается на вход картинка, на выход какая-то пачка каналов такого же размера, как и исходное изображение. Соответственно, чтобы нам получить нашу исходную сегментацию, что нужно сделать? Во-первых, можно думать, опять же, о сегментации, как и по пиксельной классификации. Тогда понятно, что все, что нам нужно сделать, это просто взять, отобразить нашу пачку каналов, какую-то другую пачку каналов, толщина которой соответствует количеству предсказываемых классов, ну, в данном случае 21, потому что сеть применялась к задаче Pascal-Voq. И повесить сверху softmax. То есть теперь у нас есть каждый пиксель исходного изображения, а на выходе сети ему соответствует некоторый фичи-вектор из 21 значения, который мы можем интерпретировать как вероятность принадлежности к одному из классов. И теперь, если мы сделаем argmax вглубь каналов, то мы получим нашу какую-то там предсказанную маску сегментация. Вот такая нехитрая идея была реализована, кажется, первой для сегментации. Называется это fully convolutional network, потому что как бы мы на вход можем подавать произвольную картинку, на выход тоже произвольную картинку, никак не ограниченной размером. И ничего кроме сверток у нас тут нету. Ну и пулингов, естественно. Вот. Ну, первое, что тут предложили делать, во-первых, вместо бельнейного обсемплинга используют что-нибудь более тренируемое. В частности, например, так называемую операцию деконволюции, то есть операцию обратной свертки. В чем ее состоится? У нас есть некоторая маленькая фича мапа, мы хотим получить фичу мапу побольше, например, увеличить ее в два раза. Что мы можем сделать? Мы можем сначала припадить какое-то количество ненесущих смысла пикселей по краям изображения, и потом применить просто к ним свертку с необходимым ядром, получить картинку побольше. Либо мы можем, например, сделать страйт, то есть взять маленькое изображение, раздвинуть его, в промежутке между пикселями опять же залить каким-то ненесущим смыслом значением, и снова применить свертку и получить фич мапу побольше. Вот если посмотреть на операцию деконволюции, то в принципе становится понятно, что больше чем в два раза увеличивать изображение особого смысла не имеет, потому что мы будем просто увеличивать количество ненесущих смысла пикселей. Поэтому если мы смотрим на исходную сеть FCN, то в принципе понятно, что вместе, когда у нас происходит стык нашего фичи экстрактора, его резкое увеличение для того, чтобы предсказать классы, у нас происходит так называемый информационный bottleneck, то есть у нас есть некоторые маленькие фичи мапы, мы хотим получить фичи мапы побольше. Но мы этого сделать не можем, потому что мы спешл информацию уже где-то заранее потеряли, потому что для классификации она была не нужна, и восстанавливать нам ее по большому счету не из чего. И тут стоит заметить, что в принципе вся история о семантической сегментации, вернее о проектировании сетей для ее решения, она состоит в том, чтобы построить такую сеть, которая имеет фичи настолько же сложные, насколько они есть в задаче классификации, но при этом, чтобы мы не потеряли спешл разрешение. И для решения этой проблемы есть несколько подходов. Вот основные изображены на этом слайде. Во-первых, есть очень довольно простая идея делать сети видоэнкодер-декодер. Эта идея взята из вариационных автоэнкодеров, например. То есть суть состоит в том, что мы сначала получаем какие-то очень сложные фичи, но очень маленькие, потом начинаем их по чуть-чуть увеличивать, примешивая к ним какую-то пространственную информацию из более ранних слоев, и в итоге доходим до какого-то достаточно большого разрешения, на котором мы можем делать адекватное предсказание. Также есть варианты, что вот у нас есть сеть классификации, как я уже говорил, что у нее есть такие модули, это иду сначала свертки, потом какое-то уменьшение размера, потом снова свертки, уменьшение размера. Вот. Для классификации это разумно. А давайте попробуем убрать уменьшающие разрешения блоки и сделать такую сетку, которой они не требуются, но при этом она имеет достаточно сложные фичи. Ну и есть еще такая замечательная идея, что давайте просто возьмем на каком-то слою, предскажем там multiscale признаки и попытаемся делать prediction на них. Но при этом слой мы возьмем не очень глубокий, поэтому как бы там разрешение еще достаточно большое. Вот. Дальше рассмотрим каждый из этих подходов по отдельности, посмотрим, какие плюсы, какие минусы. Вот. Самая первая и простая идея — это энкодер-декодер. У нас есть наша сеть fcn, которая раньше увеличивала просто там во много раз выходные фичи мапы, но мы хотим теперь делать это по чуть-чуть. Как мы можем это делать? Мы можем сделать такую же зеркальную сетку, но теперь вместо операции там пулинга, которая уменьшает нам разрешение, мы делаем некоторую операцию абсэмплинга. И блок наш выглядит так, что мы сначала увеличим фичи мап, потом применяем к нему какое-то количество сверток. Потом снова увеличим, применяем какое-то количество сверток. Вот. Если это делать прямо в лоб, то есть не прокидывая никаких там skip-коннекшенов между энкодером и декодером, то на самом деле от проблем мы не избавляемся, и у нас по-прежнему остается bottleneck в середине сети. Потому что мы как бы уменьшили разрешение, обратно мы его возвращаем просто магическим образом, считая, что оно должно вернуться, не давая никакой дополнительной информации. Поэтому в статье SIGNET предложили достаточно простую операцию. Давайте мы вместо деконволюции делать вот такую штуку. Что сначала у нас где-то был max-pulling, который взял большую фичи мапу, уменьшил ее в несколько раз. А давайте запомним индексы, из которых max-pulling получал максимальное значение. И будем создавать теперь новую фичи мапу при увеличении. То есть мы увеличиваем фичи мапу и вставляем смысловые значения по тем индексам, по которым мы брали максимальное при пуллинге. То есть кажется, что теперь мы как-то переиспользуем информацию, которую мы раньше утрачивали. В принципе такая сеть работала неплохо. Но, как показала практика, информации, операции unpooling нам дает достаточно мало. Поэтому энкодеры и декодеры развивались дальше. И в какой-то момент в задаче сегментации медицинских снимков появилась такая сеть, как U.NET. И вот на самом деле U.NET стал достаточно легендарной сетью, потому что это, наверное, сейчас единственная статья в диплёринге, у которой цитирование больше 2000 уже. И она используется просто везде, где только можно. Для сегментации, для несегментации, вообще для странных задач. Есть такой сайт для соревнований по машинному обучению, в том числе и по компьютерному обучению, Кегл называется. И вот там какое соревнование с картинками не проходит, обязательно находится кто-то, кто применяет U.NET и попадает в вершину лидерборда. В чем ее суть и в чем ее отличие от ранее рассмотренной модели Сигнет. Давайте прокидывать не какие-то там индексы, индексы элементов, которые мы пропулили. А давайте просто брать и прикладывать фичи мапы, которые были раньше. Давайте мы сначала получим какие-то очень глубокие признаки, увеличим их, примешаем к ним признаков, которые были побольше, но послабше и из энкодера. Снова увеличим, снова примешаем. И так до тех пор, пока не установим полное исходное разрешение картинки. Вот на самом деле такая простая архитектура дает нам очень много инструментов. Что же тут можно покрутить? Во-первых, как нам примешивать каналы? Мы можем делать конкатенацию их, можем, например, делать складываясь. То есть это как в ResNet и Residual связь. Можем еще что-нибудь такое хитрое придумать. Можем увеличивать либо деконволюциями, либо нетренируемыми абсэмплингами, либо еще как-то. В качестве энкодера, декодера можем использовать различные топологии, что тоже влияет на качество. То есть мы можем выбрать сеточку поменьше, но побыстрее, либо побольше, но помедленнее. Можем накидывать различные предикшены на промежуточные слои. Вот эта архитектура была открыта, по-моему, в 2016 году. И до сих пор не теряет своей актуальности за счет того, что много чего можно покрутить, большая вариативность. Также про нее, да, стоит сказать, что по неведомым причинам она пригодна для того, чтобы тренировать модели на очень малом количестве данных. Когда говорят про глубокое обучение, обычно говорят, что картинок нам нужно очень много, для классификации это миллионы, но сегментации, в принципе, зачастую это тоже тысячи, десятки тысяч. А вот в оригинальной статье на задаче сегментации медицинских снимков потребовалось порядка всего 20 картинок и достаточно умные аугментации для того, чтобы получить модель, которая побеждала все алгоритмы, существовавшие в медицине ранее. Вот существуют разные мнения, почему эта сетка может тренироваться на малых объемах данных, но пока что так никто и не провел достаточно детального исследования. Кто-то говорит, что там параметров мало, поэтому легко тренировать, кто-то говорит, что skip connection помогают, но ответа пока что нет. Ну, вершиной эволюции на данный момент среди моделей типа encoder-decoder стала так называемая feature pyramid network. Идея тут практически та же, что и в юнете. То есть мы сначала берем какой-то feature extractor, получаем глубокие, но не очень большие по спешл разрешению фичи, и потом начинаем потихоньку их увеличивать. То есть получаем новую сеть, у которой есть несколько слоев с каналами. В каждом канале признаки достаточно сложные, чаще не проще, чем в самом глубоком слое энкодера. Но при этом они имеют различное спешл разрешение. Что мы можем с ними сделать? Мы можем просто взять и их сконкатинировать в одну пачку. То есть берем каждый такой слой, увеличиваем до какого-то разрешения. Ну, в оригинальной статье это 1,4 от исходного. Собираем в пачку каналов, применяем к ним опять же какое-то количество сверток и получаем вот нашу голову с предикшеном. То есть топку там из числа каналов равному числу классов. И на ней делаем предикшен. И вот такая архитектура, она в принципе показывает state-of-the-art результаты на задачах сегментации практически на всех публичных дата-сетах. Также она применяется в задаче детектирования объектов. Тоже там очень близкие к state-of-the-art результату были достаточно долгое время. И сейчас в большинстве случаев вместо юнета используют вот такую архитектуру. Теперь посмотрим на подходы, которые основываются на других идеях. Вот давайте рассмотрим типичную опять сеть для классификации, которая изображена сверху. То есть у нас есть опять же входная картинка, есть какое-то количество сверточных блоков. Каждый блок меньше предыдущего по спешл разрешению. И на выходе какое-то предсказание. Вот мы хотим получить достаточно сложные фичи на выходе, но при этом сохранив исходное разрешение. То есть вместо encoder-decoder мы можем сделать какую-то штуку. Мы можем взять и убрать пулинги. То есть ну, поскольку пулинг нам портит разрешение, мы как бы его убираем. У нас получается теперь сетка, в которой опять же много слоев, но теперь с какого-то момента у нас спешл разрешение перестает уменьшаться с добавлением нового блока. С одной стороны, это вроде бы неплохо. Вот теперь у нас есть очень глубокие фичи. Есть какое-то на них ненулевое спешл разрешение. Проблема тут состоит в том, что как бы мы когда убираем пулинг, ну то есть когда у нас пулинг есть, мы берем уменьшаем спешл разрешение, и следующий блок, он как бы смотрит на большую окрестность исходного изображения, соответственно, оценивает гораздо больший контекст. Когда мы пулинг убираем, у нас добавление нового блока не увеличивает receptive field сети. То есть она все время смотрит на какие-то маленькие локальные регионы, и, соответственно, какая-то глубокая семантика признаков на выходе сети, она теряется. Для того, чтобы победить эту проблему, люди придумали так называемый atru convolution. Ну, так же они называются deleted convolution, а в простонародье дырявые свертки. Есть у нас обычная свертка, это слева вверху изображение. Она берет, ну, в частности, тут 3х3 свертка, ну, в одномерном случае просто 3. Она берет 3 соседних пикселя и сворачивает их с какими-то весами. А давайте промоделируем, как будто у нас эта свертка применяется после пулинга. Для этого мы что сделаем? Просто берем и 2 крайних пикселя немножко отодвинем друг от друга. Будем брать не последовательные пиксели, а через один. И на самом деле вот эта операция будет, в принципе, соответствовать тому, что мы бы сначала применили пулинг, а потом применили обычную плотную свертку. То есть она теперь смотрит достаточно большой регион, но при этом по вычислениям она все еще эффективная. Да, на самом деле вместо такой дырявой свертки могли просто взять там свертку с фильтром 5, но он был бы медленный для вычисления. Вот. И применяя вот такие дырявые свертки, мы как бы можем убирать пулинги, сохранять пространственное разрешение, но при этом повышать сложность наших фич с каждым новым блоком. Какая у них есть проблема? Вот если посмотреть на картинку справа сверху, то это изображен рецептифилд дырявых сверток, взятых с одинаковым шагом. То есть каждый раз мы раздвигаем их на одно колено, каждый раз берем вот это вот расстояние между пикселями одинаковым и получаем некоторый рецептифилд, который у нас имеет очень такую решетчатую структуру. То есть он не охватывает целиком все изображение. Для того, чтобы победить этот эффект, люди придумали так называемый гибрид-делейтед-конволюшн. Идея в том, что мы берем и по-разному раздвигаем в разных слоях наши элементы свертки. То есть где-то мы там берем через один пиксель, где-то через два, где-то там берем просто дэнс. По порядку примененные такие фильтры дают нам некоторую плотную фича-мапу, плотную карту признаков. И, соответственно, мы боремся с эффектом гриди. Вот. На таком принципе была построена сеть DeepLab, также DeepLab V2. И это было State of the Art там на протяжении какого-то времени на задачах сегментации изображений для беспилотных автомобилей. И на задачи Vogue Pascal тоже, но кто на нее смотрит. Ну и последнее в семействе. Это так называемый Special Pyramid Pooling слои. То есть идея в том, что мы как бы можем… Вот если мы раньше брали, добавляли последовательные блоки, увеличивая в них рецепты field, но на самом деле мы можем сделать все гораздо проще и гораздо не так глубоко. То есть мы можем просто взять на каком-то слою и применить параллельно несколько сверток с различным рецепти field и, соответственно, получить некоторые признаки, которые имеют разное пространственное разрешение, и перемешать их между собой. И вот как показывает практика, такая техника работает иногда даже лучше, чем просто последовательные глубокие сети. То есть на таком принципе были основаны сети. Вот, в частности, тут изображенный DeepLab V3. Такие сетки тоже какое-то время держали на собой лидерство. Но последние разработки в области сеткостроения семантической сегментации привели к тому, что получилась такая сеть под названием DeepLab V3+. Где это там стоит в чем? А давайте возьмем все предыдущие идеи и смешаем их в одну. Сначала мы возьмем какой-то фичи-экстрактор, в котором выкинем какое-то количество пулингов и будем использовать дырявые свертки. Потом сверху применим к ним какую-то там мультискейл-контекстную фичу. А потом еще и возьмем, накидаем скип-коннекшенов и попытаемся восстановить разрешение, которое мы все равно где-то по дороге утратили. Эта сеть очень тяжелая. Тренировать ее практически невозможно. Но те, у кого получается, достигают лучших результатов на данный момент. Вот. Ну и по части сетей еще бы хотел сказать об одной, как по мне, так недооцененной сети, но при этом очень сильной. То есть это так называемый ICnet. Идея в нем в том, что авторы хотели получить такую сеть, которая работает в реальном режиме времени на достаточно маломощном железе, но при этом достигая достаточно высокого качества. Сравним его там состоит из результатов. PSP, Net, DeepLap и так далее. Идея там стоит очень в простом. Давайте просто получим некоторую пирамиду из исходного изображения. То есть берем исходное изображение, уменьшаем его несколько раз, какое-то количество раз. Каждой картинке из пирамиды применим сверточную сеть, получим для нее предсказание, то есть некоторую карту сегментации на разных масштабах. А потом будем просто потихоньку увеличивать каждый член пирамиды и смешивать их в одну большую сеть. Соответственно, мы будем в какой-то момент времени предсказывать сегментацию, основываясь на том, что мы предсказали на меньших масштабах. То есть мы увеличиваем как бы не разрешение фич, а увеличиваем разрешение нашего финального предсказания. Вот такая архитектура нам позволяет делать сети очень маленькими и очень быстрыми. Но при этом, если, например, взять задачу с escape и потренировать эту сетку, то авторы добились результатов порядка 71%. То есть при state of the art порядка 82% — это средний intersection over union. Ну вот если применить наши ранее полученные знания, взять все возможные дата-сеты из имеющихся для задачи селф-драйвинга, потренировать эту сетку сначала на них, а потом потренировать на сетискейпе, то можно получить результаты в районе отставания меньше полупроцента от лучших результатов, полученных большими сетями. И на самом деле тут такая есть рекомендация, что если где-то не заработал UNED, то, скорее всего, ICNET должен заработать, и заработать хорошо. Но просто нужно его крутить. Ну и поскольку мы сначала посмотрели на месиво, которое получается классическими алгоритмами семантической сегментации, теперь можно посмотреть, например, у того, какая получается разметка от уже современных сетей. То есть вот эта разметка, полученная сетью DeepLab V3+, натренированной на сетискейпе, на каких-то абстрактных изображениях с улицы. Выглядит довольно неплохо. Также можно посмотреть тот же самый DeepLab V3+, но уже на сетискейпе, на валидационном дата-сете. То есть людей, в принципе, выделяет, дорогу тоже, машинки тоже выделяет. Если убрать снизу подложку исходного изображения, в принципе, будет понятно, что это за сцена. Ну, например, вот так вот работают сейчас сети для сегментации домиков на спутниковых снимках. То есть это на самом деле Яндекс так для своих карт размечает изображение. Ну, это, кажется, не спутник, но самолет. Так. На этом мы рассмотрение архитектур сетей и закончим. К этому моменту времени мы уже знаем, что для того, чтобы получить хорошее решение семантической сегментации, во-первых, нам нужны какие-то сверточные сети. Мы их как-то можем задизайнить относительно разумным способом. Нам нужны данные для того, чтобы их закидывать в сетку, чтобы она тренировалась, обучалась, выдавать нам хорошее предсказание. Для того, чтобы внутренне сеть, нам осталось понять, как же все-таки это делать. То есть какие использовать лос-функции на выходе сети для того, чтобы сеть сходилась. Ну, ладно. На самом деле, самая очевидная идея. Поскольку мы говорим о том, что семантическая сегментация это практически классификация, только у нас на выходе предсказания для каждого пикселя, то мы можем взять и переиспользовать лос-функции от задач классификации. То есть наша классическая cross-entropy loss. Вот. Какая с ним проблема? Опять же, рассмотрим старую нашу задачу о сегментации текста на изображении сцены. Насколько мы помним, проблема там заключалась в том, что у нас есть 10% целевого класса и 90% фона. Вот если наша сеть натренировалась так, что она предсказывает наш фон с вероятностью порядка, например, 80%, то разлет между предсказанием фона и тем, что мы предсказали, все равно продолжает контрибуться в лос. То есть в чем суть? Вот у нас есть уверенность предсказания 80% того, что пиксель принадлежит фону. Этому значению соответствует значение loss-функции cross-entropy порядка 0,3. Если у нас пиксели 90% фоновых, то они контрибуют с такой силой в нашу целевую лос-функцию, что лос от целевого объекта просто как бы не вносит существенного вклада, наша сетка не тренируется. Идея тут следующая, как это пофиксить. Давайте попытаемся изогнуть нашу cross-entropy loss-кривую так, чтобы она при достаточно уверенном предсказании перестала штрафовать пиксели. И таким образом, соответственно, появилась лос-функция, называется focal loss. Идея его в общем в этом и состоит, что давайте изогнем кривую. На картинке можно заметить, что самая верхняя кривая голубая, это наша как бы кривая эталонная cross-entropy. То есть это размер штрафа в зависимости от уверенности в предсказании. А все, что ниже, это фокальный лос, но с разными параметрами гамма. Как можно заметить, что он перестает штрафовать фон, если мы в нем достаточно уверены. И тогда он будет фокусироваться на том, чтобы починить предсказания на целевом классе, если с ними что-то не так. Но история тут какая, что с одной стороны, как бы у нас семантическая сегментация, это задача, сводящаяся к задаче по пиксельной классификации. Но с другой стороны, когда мы начинаем эвалировать наши результаты, метрика accuracy нам не подходит, которая подходила к классификации. Вместо этого мы используем dice, либо intersection over union. И вообще говоря, когда речь идет о машинном обучении, там есть такая штука, что если мы для того, чтобы получить какой-то хороший результат на метрике, неплохо было бы оптимизировать именно эту метрику, а не какую-то там прокси, например, кросс-энтропию. Поэтому, если мы снова взглянем, например, наш dice loss и постараемся понять, что же с ним происходит. То есть dice это у нас отношение двойного пересечения предсказания и голдовой разметки, поделенная на сумму мощностей голда и предсказания. Ну, если это переписать, если предположить, что у нас задача, это задача бинарной сегментации, то мы можем расписать dice в виде произведения двух наших бинарных масок друг на друга, поделенная на сумму единичных пикселей и в каждой маске голдовой разметки и предсказанной, и все это удвоенное. Вот. Изначально такая функция не является дифференцируемой, потому что она дискретная. У нас есть две дискретные маски. Голдовая и ту, которую мы предсказали. Там либо значение, либо ноль, либо единица. Но на самом деле есть много способов, как можно релаксировать дискретную функцию, чтобы она становилась дифференцируемой, могли бы считать через нее градиент. Вот. Вот. Для dice обычно предполагают, что давайте представим, что у нас грамм трусная маска по-прежнему дискретная, а та, которую мы предсказываем, она непрерывная. То есть она там имеет некоторое флотовое значение. И вот, когда мы сделали такое предположение, у нас функция dice сразу становится дифференцируемой по параметрам предсказанной маски. Для того, чтобы… Ну, dice у нас изменяется от нуля до единицы. То есть ноль — это совсем плохо, единица — это совсем хорошо. А при тренировке сетей мы минимизируем функции. Поэтому, чтобы из dice сделать loss, нужно как-то сделать это функцией убывающей. Ну, самый простой способ — это там просто сделать там единица минус dice. и оптимизировать вот такую функцию. На самом деле на практике обычно как раз два loss-а используются. То есть это либо кросс-энтропия, либо focal loss. Ну, focal свойится к кросс-энтропии. И dice. Их смешивают в какой-то пропорции и тренируют. И такой результат дает… Ну, такая смесь loss-функций дает наилучшие результаты. Обычно кросс-энтропия, она позволяет быть маском, предсказуемым дырявыми, а dice, он как бы немножко усредняет значение. И делает такие блюрные маски, но при этом без дырок и с достаточно неплохим пересечением голда и предсказания. Вот. Ну и на самом деле, кажется, у меня на том слайде заканчиваются. Я не ожидал, что буду так быстро траторить. На самом деле такая штука, что задача семантической сегментации это, наверное, самая простая задача, какая может быть в машинном обучении и в компьютерном зрении. Потому что для нее pipeline написать очень просто, практически не требует никаких усилий для того, чтобы запустить все это дело. И там буквально 100 строчек кода, и все работает. С точки зрения получения вменяемого результата, наверное, детектирование объектов все же работает пока что лучше. То есть если мы, например, захотим решать задачу детектирования объектов через семантическую сегментацию, ну, во-первых, это невозможно, потому что как бы изначально из постановки задачи мы никак не говорили, что у нас два объекта одного класса должны разделяться между собой. То есть ставятся такие задачи более сложные, как instance-сегментация. Но пока что сама сегментация instance-сегментации работает обычно через детектирование объектов. Поэтому как бы вот. То есть мы можем получить неплохую сегментацию, но если нам нужно делать детектирование объектов, во-первых, оно работает лучше, во-вторых, оно работает быстрее, потому что боксы нам находить гораздо проще, нам не нужно восстанавливать разрешение feature map. Сеточки получаются маленькие, быстрые. Вот. Но, в принципе, опять же, если возвращаться к такому этому сайту, как Kaggle, там были конкурсы, в которых нужно было детектировать какие-то объекты. И люди брали просто и через UNED решали эти задачи и занимали там призовые места. Ну, просто как бы не умели люди в object detection, поэтому делали как могли. То есть UNED и там работал хорошо. Тут, на самом деле, есть еще один слайд, который после. Всем спасибо, до свидания. Который, я считаю, наверное, самым важным в своей презентации. Ну, во-первых, это список статей, которые использовались для ее подготовки. То есть это перечень топологий сегментационных, это метод городкам, который позволяет нам заглянуть в какую-то сеть и понять, на основании чего она же делала предсказание. И еще пара ссылок. Первый — это, во-первых, такой есть лайфхак, что если вы хотите решать какую-то задачу компьютерного зрения, там диплёринга неважно, то можно вбить в Гугле что-нибудь там типа awesome, там, семантическая сегментация, awesome, там, object detection, и, скорее всего, вам Гугл выдаст какую-то целую кучу там ссылок на гид-репозитории, в которых содержится какой-нибудь макдаун-документ с полной каталогизацией актуальных статей в данный момент, репозиториев с готовыми имплементациями алгоритмов и прочими рекомендациями, как такую задачу решать. Люди это собирают, люди это коллекционируют, это надо использовать. И на самом деле open-source очень сильно помогает в развитии современного диплёринга, потому что сейчас не нужно думать о том, как же написать код. Скорее всего, уже кто-то написал. нужно просто найти. Опять же, есть портал Kaggle, который очень полезен для того, чтобы развивать свои практические навыки в решении задач, связанных с машинным обучением. Там проходит достаточно много конкурсов по компьютерному зрению, за них даже можно выиграть какие-то деньги, если попасть в топ-3 участников. Также есть такой ресурс, как Open Data Science. Это на самом деле Slack Chat русскоязычный, там порядка 30 тысяч человек, участников, и в основном это специалисты в области Data Science, то есть компьютерного зрения, лингвистики, рекомендательных систем и так далее. Можно просто там зарегистрироваться, заходить, читать, что люди пишут, задавать свои вопросы, если какие-то возникают, и как-то иметь фидбэк не только в рамках летней школы или каких-то стажировок, но и круглосуточно. А там же можно задать мне вопрос, я там присутствую под ником без, но обычно отвечаю людям. Вот и есть такая хорошая книжка Deep Learning Book от классиков Deep Learning. Это Йошуо Бенджо и не совсем классика Яна Гутфиллоу. Вот это, наверное, лучшее, что только есть по Deep Learning, что, наверное, нужно посчитать всем, кто хочет им заниматься. Ну, поскольку презентацию выложат, эти ссылки у вас будут доступны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!